Добрый вечер! Награда нашла своего героя. Председатель парламента наградил депутата первого созыва Ибрагима Джуоева. Добрый вечер! В ходе рабочего совещания по вопросам социально-экономического сотрудничества между Южной Осетией и Россией президент Анатолий Бибилов отметил, что инвестпрограмма в республике по всем показателям реализуется на должном уровне. У нас инвестпрограмма идет по такому серьезному и, что самое главное, зеленому пути. Мы можем сказать, что у нас какие-то объекты инвестпрограммы попадают в красную зону. Я считаю, что это в первую очередь достижение той взаимной работы, которая есть между теми структурами, которые есть у нас здесь в Республике Южной Осети, в Российской Федерации. В частности, можно перечислять и администрацию президента, и администрацию по Северному Кавказу, и правительство Республики Южная Осети. У нас в скором времени ожидается межправкомиссия, вопросы межправкомиссии, которые мы должны подготовить и подойти уже с определенно уже решенными такими-то вопросами. И я думаю, что в этом плане нам предстоит серьезная работа. Заместитель начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами, участниками СНГ, Республиками Южной Осетии и Абхазии Денис Травин подчеркнул, что созидательные процессы, которые происходят в Южной Осетии, видны невооруженным глазом. Всегда приятно в Южной Осетии приезжать, но только в праздник, но и в будущее, потому что когда ты с твоими глазами видишь результаты того созидательного процесса, который видно невооруженным глазом происходит в Республике, то всегда приятно. Сегодня мы успели в ряд объектов посмотреть, там всегда есть что показать, в принципе, у нас всегда есть что обсудить. И мы с вами действительно должны, уже вплотную подошли к тому, чтобы проводить межправкомиссию и накопились вопросы, как считаю, социально-экономическую, развитие инвестиционной программы. Травин затронул и вопросы, касающиеся поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи глав российского югостинского государства. Мы имеем ряд поручений, в первую очередь, которые касаются повышения благосостояния российских граждан и бюджетников, которые проживают в Южной Осетии. Потому что задачу никто и не снимал, стоит по доведению уровня заработка, уровня благосостояния до Северо-Кавказского федерального округа. Мы с вами постепенно должны выходить на решение этой задачи. Далее совещание продолжилось без представителей СМИ. Залина Кочева, Александр Кукоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск. Сегодня. Президент Анатолий Бибилов наградил ряд сотрудников Министерства юстиции и республики юбилейными медалями по знаменованию десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Глава государства выразил коллективу благодарность за плодотворную и качественную работу. Было отмечено, что успешно реализована реформа в системе исполнения наказаний, которая подразумевает ряд нововведений. Сегодня президент Анатолий Бибилов встретился с коллективом Министерства юстиции республики Южная Осетия. Поздравил и поблагодарил сотрудников ведомства за ответственную работу и преданность своему делу. Президент отметил и значимость разрабатываемого закона о госслужбе и выразил уверенность в том, что документ в скором времени будет вынесен на обсуждение правительства. Хочу поблагодарить вас за вашу работу. В целом Министерство управления, отделы ведущих специалистов, главных специалистов, которые у вас есть, за ту работу, которую вы делаете для того, чтобы привести законодательство Южной Осетии во какие-то рамки за усердие в работе, за усердие в службе, за те достижения, которые мы делаем и за ту работу, которую мы проводим. Поэтому я с удовольствием хочу вам вручить заслуженные награды, которые мы подготовили к десятилетию признания Республики Южная Осетия. Министр юстиции Залина Лалева поблагодарила за внимание к ведомству со стороны руководства республики, отметив, что Министерство юстиции образовалось 25 мая 1992 года. Сегодня это целый конгломерат, в котором соединились разные ведомства и работают как один механизм. Масштабные реформы проходят в Министерстве юстиции в целом. Реформа в системе исполнения наказаний, направленная на улучшение условий содержания заключенных, подходит к своему завершению. Также министр поблагодарила коллектив за ответственную работу. Здесь собрались люди, служащие наши, для которых два слова – это государственность и законность. Это не просто слова, а эти слова, ради которого они служат и ежедневно они выполняют свою работу. Масштабные реформы ведут в управление исполнения наказаний, конечно. В ряду вообще национальных подъемов, ресурс национального подъема в исполнении в целом законодательства – это не менее важный факт, чем социальные программы, чем экономические программы, которые принимаются нашим государством, которые необходимы в развитии нашего государства. В торжественной части мероприятия президент наградил особо отличившихся сотрудников, отметив, что все награды заслуженные. Тут санта Риту Евгеньевна, руководителя службы государственной 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 юстиции. Чурию Людмилю Валерьяновну, начальника отдела правительства государственной государственной юстиции. На мероприятии было отмечено, что сотрудники Министерства юстиции работают над законами ежедневно. Министерства регулируют законопроектную деятельность органов исполнительной власти, стараются принять регламент, помогать гражданам, которые не могут оплатить нотариальные и адвокатские услуги. Елена Газаева, Арнольд Харебов, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня. Награда нашла своего героя. Сегодня председатель парламента республики Петр Гасев наградил депутата первого созыва Ибрагима Джоева. Он является одним из тех, кто внес неоценимый вклад в становление нашей государственности. Ибрагима Джоева хотели наградить еще в 2015 году, но, как говорится, награда долго шла к своему герою. Сегодня председатель парламента Петр Гасев наградил депутата парламента республики Южная Осетия первого созыва Ибрагима Джоева двумя медалями сразу. Я, наверное, все-таки повешу, несмотря на отсутствие пиджака. Не выпущу этой возможности, даже если уколю ступень. Петр Гасев тепло принял гостя и с удовольствием выполнил поручение президента республики Южной Осетия Анатолия Бибилова, наградив Ибрагима Джоева медалью во знаменование десятилетия со дня признания республики Южной Осетия Российской Федерацией. Те условия, в которых вы работали, тогда их не сравнить с тем, которые сейчас у нас есть. Работали под огромным давлением, под угрозой физического уничтожения. Это мы все знаем, поэтому мы благодарны всему в вашем лице, всему первому созыву за ту отвагу, за то мужество, которое вы проявили. Правильно отметили, Ибрагим Графович не случайный человек и здесь у вас в кабинете, да и по большому счету в истории нашей республики. Он мой младший друг и я хорошо помню те годы, когда мы познакомились, это было в 89-м году. Мы вместе успели тогда еще поработать в бюро обкома комсомола. Ибрагим Графович был первым секретарем в то время. И с самого начала вот этих вот неприятностей, которые начались в конце 88-го, в начале 89-го года, Ибрагим Графович оказался одним из тех руководителей, которые заняли правильную патриотическую позицию, правильно оценили происходящие события, встали рядом со своим народом. Ибрагим Джиоев был в числе депутатов, которые заложили фундамент в становлении нашей государственности. На данный момент депутат первого созыва живет в столице Российской Федерации и никакого отношения не имеет к политике. Но, как сказал Ибрагим, ему очень приятно, что о его заслугах помнит Родина и что он полностью поддерживает курс нынешнего президента Республики Южная Осетия и видит единственный правильный и безопасный путь нашего государства – путь в Россию. Все знаем, что такое пирамида Морлов в основе – это безопасность. И она есть. Полная безопасность наступит тогда, когда мы станем частью Великой России. Мы понимаем, что такое Россия, но соседи не выбирают. И это вот… Нам надо успеть, успеть зайти под этот зонтик. Я думаю, что руководство нашей республики прилагает большие усилия, чтобы вот такие реальные изменения произошли. Я знаю людей, которые вот сейчас, спустя 10 лет, получают новые дома. И ветераны войны, которым сгорели, да, вот и конкретного человека, я знаю. Человек умер, но все равно президент, вот его семье на днях, вот я знаю, вручит этот дом или вручит этот дом эти ключи. И я думаю, это здорово. Встреча спикера парламента Петра Гассиева и депутата парламента первого созыва прошла в теплой обстановке. И, конечно же, было сделано несколько фотографий на память. Зарина Кочиева, Элина Кулумбегова, отца Мазгоглоев, информационный выпуск «Сегодня». Работники мясоперерабатывающего комплекса «Растон» провели акцию в поддержку гендиректора Вадима Ванеева. Они просят разобраться в ситуации, сложившейся с агрохолдингом «Еврадон», который является вторым по величине производителем индейки в России. В начале сентября стало известно, что Вадим Ванеев получил от представителей внешэкономбанка письмо, в котором его попросили добровольно покинуть пост. Подробности в репортаже Розы Дедеевой. Руки прочь от «Эврадона» с таким названием прошла акция на территории мясоперерабатывающего комплекса «Растон» в поддержку основателя и генерального директора агрохолдинга Вадима Ванеева. Была написана петиция на имя Владимира Путина с просьбой разобраться в сложившейся ситуации вокруг холдинга по производству и переработке мяса индейки и утки. Руководство внешэкономбанка, не выполнив свои обязательства по предоставлению кредита, уже требует стопроцентный возврат денег и грозится отобрать производство, говорится в петиции. Появившаяся информация о попытках рейдерского захвата не оставила равнодушной многих сограждан, как в Ростовской области, так и в обеих частях Осетии. «Эврадон» — это наша жизнь, он с нуля всё начал, а теперь против него говорят, что он не может работать. Как он не может работать, когда он с нуля всё начал? Ну, это стопроцентный рейдерский захват. Дали ему немножко развернуться, и опять, это уже второй или третий рейдерский такой захват. «Мэггцеллер, я шура болова, мэмбохоскан, на буншу имбохоскан». Холдинг был основан Ванеевым в 2003 году. С тех пор проделана кропотливая работа. Сегодня «Эврадон» является крупнейшим производителем мяса индейки и утки. Продукция компании продаётся под брендами «Индолина» и «Утолина». Сегодня в компании трудоустроены 7 тысяч человек. Вадим Ванеев широко известен своей поддержкой и помощью малой родине. В Южной Осетии он открыл филиал «Эврадона» «Растун». Сегодня здесь работает порядка 50 человек. «Мы приехали из Силандис, чтобы выразить поддержку Вадиму Ванееву. Он родился и вырос здесь, и всегда оказывает помощь Осетии. Так же, как и на войне, в бизнесе тоже враги. Ему не дают работать, у него много проектов, и поэтому надо его поддержать». В завершении акции собравшиеся подписали петицию на имя Владимира Путина. Роза Тедейва, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня. В Югостинском госуниверситете прошла выставка-презентация ведущих российских вузов образования в России «Старт успешного будущего». Студентов ознакомили с программой повышения квалификации в российских университетах. Участники выразили надежду, что встреча будет плодотворной как для студентов, так и для представителей вузов Российской Федерации. Сегодня в Государственном университете прошла выставка-презентация ведущих российских вузов «Образование в России. Старт успешного будущего». В мероприятии организовал Российский центр науки и культуры. Студентам четвертых и пятых курсов была представлена программа повышения квалификации в российских университетах, получение второго высшего образования и условия поступления и обучения в магистратуре. «У нашего вуза, с тех пор, как республика стала признанной, стали развиваться международные связи. Международная деятельность выделена самостоятельно, активно развивающуюся сферу деятельности университета. И прежде всего, наверное, мы хотим сказать, что у нас установились плодотворные, дружеские отношения с представительством Федерального агентства по сотрудничеству с отечественниками за пределами России в Южной Осетии». В презентации принимали участие лучшие вузы Российской Федерации Уральский федеральный университет, Российский химико-технологический университет имени Менделеева, СОГУ, Севастопольский госуниверситет, университет Кабардино-Балкарии. «В России, в России, вот основное, что здесь человек учат, не просто тупо отвечать, там, вспоминать, человека учат думать. У нас выходят думающие специалисты. И те из вас, кто, значит, своё обучение захочет продолжить в Российской Федерации, тот приобретёт очень многое. Поэтому есть возможность, езжайте в Россию, но помните, что ваше знание, и вы, вы молодое поколение, вам здесь жить, в этой стране, вам её развивать, и именно от вас. А те, кто вот сейчас получает высшее образование, именно от вас зависит то, каким эта страна будет в недалёком будущем». Студенты имели возможность ознакомиться со всеми вузами, с тем, как идёт в них учёба, какие условия создаются для иностранных студентов. «Прежде чем приступить к презентации моего родного вуза, который я лично заканчивал, мне хотелось бы выразить восхищение вашей страной, той красотой, которая вас окружает. Я, честно говоря, сам спустился с гор, правда, с лайских гор, они гораздо старше, чем кавказские, оттого значительно ниже, но тем не менее я вас хищу. И мои коллеги меня поддержат, потому что у вас прекрасный воздух, прекрасный климат, прекрасная среда, которая создаёт всех предпосылки для того, чтобы Южная Осетия процветала». После презентации студенты имели возможность задать вопросы, обсудить выступления. Также прошла индивидуальная работа с желающими поступить. Самые активные студенты имели возможность выиграть планшет. Здравствуйте, Апузаева Регина Черткоева. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Югостинский спортсмен Эдвард Бекоев стал победителем международного турнира по настольному теннису. Соревнования проходили в Нальчике. Участники – представители Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии Алани, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии. В Сайпад-группе Эдвард выиграл все проведенные игры, а по пути к финалу был сильнее ещё в трёх встречах. В финале Эдвард со счётом 2-1 проигрывал местному спортсмену Зауру Тимирканову, но всё же смог переломить ход встречи и вырвать победу со счётом 3-2, сообщает тренер сборной Южной Осетии Мириан Джоев. Ну а далее узнаем прогноз погоды на завтра, 27 сентября. Днём плюс 18 градусов тепла, ночью плюс 9. В Цауском районе переменная облачность дождь, днём плюс 17, ночью плюс 9. В городе Квайса также переменная облачность дождь, днём 15 градусов тепла, ночью плюс 9. В Ленингорском районе Республики переменная облачность дождь днем плюс 19, ночью плюс 11. В столице Республики в Цхинвале днем 18 градусов тепла, ночью плюс 10. И на этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин